Короче говоря, мы запускали квадрокоптер. Дело было в воскресенье. Я встал. Девять часов. Прекрасно. Я умылся. Я скушал печеньку. Я пошел в спортзал. Эм... Я вышел из спортзала. Я думал, чем же мне заняться. Я нашел монополию. Поиграл в монополию. Выиграл! Круто! Я нашел компьютер. Включил КС. Поиграл в КС. Проиграл. Печалька. Двенадцать часов. На улице по-прежнему ясно. Нашел аккумулятор квадрокоптера. Меня осенило. Ведь я не запускал коптер на улице. Но была проблема. Его надо было найти. Искал везде. В буфете, в холодильнике, в морозильнике, на скатерти, под скатертью, на диване, под диваном. За диваном, в диване, на столе, под столом, на шкафу, в ящике, за шкафом, в компьютере. На балконе тоже не было. Мне послышался какой-то звук. Точно. Комната брата. Я зашел в комнату. Квадрокоптер был там. Брат вышел с балкона. Не запускаешься запускать коптер? Не запускай без меня. Ну ты давай, я и сделаю свои дела, а я пойду пульт пущу. Я начал со своей комнаты. Здесь был бардак. Я убрал постель. Я убрался на столе. Черт, пульта нигде нет. Я посмотрел время. Пол второго. Я вышел из комнаты. Подобрал пульт. Закрыл дверь. Отлично. Я вставил батарейку. Включил коптер. Включил пульт. Все работало. Жду брата. На мои глаза снова попался квадрокоптер. Чего-то не хватало. Точно. Камеры. Брат уже вернулся. Че? Ты скоро? Че, у нас камеры нет. Мы стали искать камеру. В коробке. В картине. В гардеробе. В цветах. В пианино. В книге. За телевизором. На бильярде. На подоконнике. В кармане. А поищи-ка в карманах. У меня она, чувак. Мы прицепили камеру. Надели кроссы. У меня порвался шнурок. Ничто уже не испортит этот день. Кроме... Ну да. Кроме дождя. Короче говоря. Мы запускали квадрокоптер. Мы запускали квадрокоптер. Продолжение следует...